На самой Украине тем временем хоть и ждут мира, но готовятся к войне. Киев в срочном порядке оборудует бомбоубежище. В городадминистрации работают над картой безопасных мест. Каждому жителю украинской столицы обещают спасение от возможной ракетной или химической атаки. Боеготовность Киева проверил и корреспондент РТВА Виталий Школьный. В преддверии парламентских выборов киевские власти обещают превратить город в неприступную крепость. На въездах будут установлены блокпосты, а по всей столице слаженная система оповещения о войне. Пугая жителей, проверяют тревожную сирену. Укрытий в Киеве насчитали более 4000 бомбоубежищ. Советских времен около 600. Но даже о них пока мало кто знает. Депутаты Киевсовета решили информировать людей на выборах. Мы используем избирательную кампанию этого года, когда будут голосовать за депутатов. Мы прикрепим к каждому талону информацию о бомбоубежищах. Полиграф Комбинат Украина полным ходом печатает бланки для голосований. Избиркомы уже рассылают приглашения жителям. У меня в руках то самое приглашение на выборы. Небольшое. Здесь есть все. Время, место и дата голосования. Однако, ни словом об обещанных бомбоубежищах. В город администрации оправдываются. Не успели. Главный киевский спасатель Сергей Рюмшин поясняет. Если не знаете, куда прятаться от снарядов, сгодятся подвалы домов. Или заблаговременно позвонить в его отдел чрезвычайных ситуаций и узнать. Каждый подвал подходит. В нем так всяк тепло. Это плюс. Кроме того, есть питьевая вода. Безопасные места вместе с военнослужащими проверил мэр Киева. Виталий Кличко подготовкой доволен. Защищенное место теперь есть у всех киевлян. Вот в таком месте власти предлагают киевлянам прятаться от возможных авиаударов. Под документом все в порядке. На самом деле больше похоже на мусорник. Наверняка от боевых снарядов защитит метро. Большинство станций подземки проектировали еще в советское время. Она безопасна, готова к отражению химических атак. Предприимчивые жители научились делать бизнес на фобиях киевлян. В интернете можно взять в аренду фешенебельное пристанище для мирных жителей. Не дешево. Впрочем, по словам экспертов, это законно. Когда приватизировались имущественные комплексы, часть бомбоубежищ стали частными. Сейчас там может быть и склад, и кафе, и все что угодно. Последний раз места защиты населения под таким пристальным вниманием власти были почти 30 лет назад, во времена Холодной войны. Сейчас в городадминистрации киевлянам рекомендуют быть на чеку. Война в Донбассе может преподнести неожиданные сюрпризы. Потому вещи первой необходимости и документы всегда должны быть готовы. Виталий Школьный, Александр Нестеренко, RTVI, Киев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова